По количеству километров дорог и по эффективности движения у нас на жителе на береге всей России, но нам есть над чем работать, это и система метеорфиксации, и в принципе, в основном безопасности дорог, и освещение, и топоры, и многое-многое другое. Для нас очень важно, что мы являемся лидерами по выполнению марки и в указах президента Российской Федерации, но и здесь у нас есть ряд проблем, у нас сегодня есть вопросы по соответствию высокого эффективности и высокооплачиваемых рабочих мест. У нас сегодня остается проблема по тому, чтобы синхронизировать тех выпускников, которых средних и высших студентов учили, через деньги, которых мы готовим в наших учебных студенческих областей, и синхронизировать их с теми рабочими местами, которые требуются для ленинградского областей, чтобы это сделать в ближайшее время на синие воритетически, именно на подготовку рабочей специальности. Те, кто уверен в себе и те, кто уверен в завтрашнем, в мир в своем завтрашнем дне, говорят открыт о проблемах. Те, кто слабы, те, кто не уверены, те, кто боятся, они никогда не говорят о проблемах, они их даже бывают не украшены. Мы об этом говорим, мы знаем, что делать, я считаю, что мы находимся на правильном пути, но основная задача, я ее уже обозначил, перевести количественные показатели в бюджетах качества жизни, чтобы каждый житель в Микрадской области почувствовал, что он действительно живет в успешном регионе, в передовом регионе, и что о нем заботится государство, заботится общество, это и старики, это и дети, это и многодетные семьи, и неполные семьи, и валиды, и здесь нам предстоит очень большая работа в ближайшие 6 лет, но в этой работе мы готовы. Мы действительно уделяли внимание духовному, врачному воспитанию, очень много проводили мероприятия на эту тему, и это правильно правильно. Я уверен и всегда об этом говорю, мы можем быть демократами и успешными, но если мы будем не помнить свои истории и не воспитывать в духе любви к истории, к патриотизму, патриотизму, любви к семье, свое сегодняшнее и будущее поколение, то у нас не будет будущего. Я благодарен президенту Российской Федерации за высокую оценку работы губернатора за прошедшие три года и за доверие управляющей городской области до выборов губернатора. Действительно, городской области отличалась на старте, отличается сегодня тем, что общественность, городской области, даже политические партии, и даже, скажем так, парламентская оппозиция не требовала до сочных выборов для городской области. Это тоже достижение команды губернатора, то есть в регионе была спокойная обстановка, и в отличие даже соседних регионов вопрос о том, что нужно провести, то есть выбор не стоял. Но я так же прекрасно понимаю, что мы подошли к той стадии, когда необходимо получить двойной кредит доверие. С одной стороны доверие президента Российской Федерации, а с другой стороны подкрепительное кредит доверия в частном начале не конкурса. И вот почему. Я вам скажу, впервые, мы за прошедшие три года сумели создать устойчивую экономику крепкий бюджет. Но в то же время я вижу, что сегодня необходимо проводить кардинальные, структурные изменения в управлении регистративностью, наложили системы контроля и системы ответственных регистров для того, чтобы заработала вторая часть программ. Это программа технического уровня. Сегодня мне очень важно оценивать чиновников любого уровня. Первые муниципальные районы, правительственные комитеты, это про ширургие органы, государственные учреждения, не потому, сколько они отработали рабочего времени, сколько поправили бюджетных лет, а какую мы получили отдачу, какая эффективность. Если мы говорим о той же проблеме, которая так самая серьезная, не проходит здравоохранение, то мы должны очевидаться не потому, что мы уже почти 15 миллиардов увеличили, до 15 миллиардов пошли по финансовой поддержке здравоохранения, а должны оценивать по конкретным цифрам. Увлечение рождаемости, снижение смертности, собственно, от габлогии, от социальных заболеваний, таких как суберкулез, о том, что у нас исчезли очереди, о том, что у нас исчезли взялы, собственно, на окружение врачами, на отношения врачей. Если мы говорим о жилищно-химональном характере, то это должно быть не только количество сгемометров труб, теплократ, газовых труб, количество котелев и очистных заражений, о качестве воды, о качестве тепла, стабилизации, о том, и многое другое. И система управления и корпорации должна быть такова, что каждый ответственный чиновник на любом месте или руководитель, если он замыкается на органы муниципальной или государственной базы, именно бюджетные деньги, должен вести полную ответственность за свою работу, причем эта система на церкви должна быть справедливой. Ничего личного, ни о каких дружеских должностных связей, а именно о целях качества работы. И это повышение ответственности. Это, конечно, такой будет серьезный шаг. Серьезный шаг, мы окажем, наверное, окажемся одним из первых российских терапевтов, но мы должны такие структурные змеи. Но на это шаг надо решиться. Получим доверие. Я хочу, чтобы никто не упрекнул к команду губернатора, что мы приступили к серьезным сухожным перестойкам, потому что он был так, вдруг захотелось нам внутри, мы решили разыграть между собой. Мы хотим сегодня показать и сказать нашему населению, что мы готовы к этому, и мы готовы очень серьезно работать. А вот как, корректно, на идею для населения, мы хотим разворачивать еще до решения о выборах в Индородской области, более того, что первый этап уже появились. Я попросил, и мы говорили о том, среди всего депутатского послужения, легендарного области, это и депутатное собрание, депутаты районного уровня, и городских и чешских поселений, какие они видят основные вещи проблем своего уровня, среди всего их поселения, деревни, города, района, области, и как они видят какие-то способы, они готовы назначить завершение их проблем. Мы это все же с другими работаем. А теперь мы хотим нашему населению предложить нам, как это есть, на вопрос. Мы хотим обозначить основные проблемы, которые мы видим. Мы хотим обозначить основные другие решения этих проблем, и мы хотим получить обратный ряд. В Лигарску за три года программа достаточно большая смена в председании комитета вице-губернатора за примерно от половины. На 50% прошло обновление руководящего состава, что это кадровая чекота. Я считаю, что это не кадровая чекота, это объективная оценка возможностей тех, кто занимает руководящие посты. И я четко понимаю, что мы должны работать гораздо больше нагрузкой, чем работаем сейчас, и мы хотим оставаться в лидерах, а самое главное перевести в количественные показатели и в качестве. Вот этот состав, вот этих трех месяцев, вот такой же этап, и этапы взяли, как для меня, так и и качество в моей команде. И в том числе, сегодня перед командой остается несколько серьезный задач, который нас вознаграждает. И я надеюсь, что основной костяк команды, если задачи выполнить, мы интенсивно отработаем эти три месяца, спокойно и уверенно встретим и день выборов, особенно и после выборов. И основной костяк команды сохранится. Но у меня также есть фраза, о которой я сейчас говорил. Мы в процессе своей жизни на все эволюционированы. Если мы не будем эволюционировать, по-тараку, что происходит с ними, когда они уходят в тупик и вытирают. Эволюция предполагает обновление. Я думаю, я ответил на ваш вопрос, но эволюция не значит коридор обновления, иначе появляются новые виды, через какое-то видео. Когда вы на серьезный экзамен зайдете на команды, это серьезный экзамен последствий, костяк команды с фабиром. Субтитры создавал DimaTorzok